МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Новый имидж каспийского монстра. Художники из Махачкалы распишут в Дзербенте железную птицу эпохи Холодной войны. Шесть сел безживительной влаги, ливневые дожди и сели лишили жителей Ахтынского района питьевой воды. Натуральный продукт с целительной энергией солнца. Дагестанский урбеч. Как и где его готовят, рассказывают наши корреспонденты. В Ахтынском районе шесть сел остались без питьевой воды. ЧП произошло из-за ливневых дождей и селей, которые здесь прошли в конце июля и отрезали от водоснабжения село Ахты и ряд ближайших поселений. Теперь туда ежедневно водовозами доставляется питьевая вода из артизианских скважин. Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить в течение недели. Семья из Дагестана погибла в ходе ДТП в Тамбовской области. Авария произошла ночью 6 августа на трассе, проходящей через Сампурский район. В ходе лобового столкновения двух автомобилей погибли трое человек. Одна из машин направлялась в сторону Москвы. Ей управляла 49-летняя женщина из Дагестана. Она и два ее пассажира, сын 28 лет и внучка 4 лет погибли. Пассажир и водитель другого авто с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. А в Цунтинском районе во время строительства дороги произошел камнепад. Произошедшее засняли на видео сами рабочие. На кадрах видно, что камни падают с вершины горы и люди в панике убегают с места происшествия. К счастью, пострадавших нет. Дорогу расчищают от камней и обломков. Подобной мощности камнепад произошел в мае между населенными пунктами Сюгут и Мишлеш. Тогда был заблокирован проезд к семи населенным пунктам республики. А без автомобильного сообщения остались более трех тысяч человек. В Дагестане трое молодых парней украли 22-летнюю невесту по неволе. Как предполагает следствие, подозреваемые поехали домой к пострадавшей, насильно посадили ее в автомобиль и увезли в Дербент. В квартире одного из соучастников они удерживали потерпевшую почти сутки, не сообщая родным о ее местонахождении. В течение этого времени мужчины добивались от потерпевшей согласия выйти замуж за похитителя. Сотрудники полиции выяснили местонахождение девушки. Она была освобождена и сейчас находится у себя дома. Накануне глава Дербента Хизри Абакаров встретился с художниками из Махачкалы Андреем Калугиным и Джамалом Саидовым. Они будут разрисовать самый большой в мире ракетоносец-экраноплан «Лунь», который недавно переместили из Каспийска в Дербент. «Лунь» станет главным экспонатом строящегося парка «Патриот», где будут располагаться палаточный городок и лагерь для детей, столовая, гостиница, выставочная зона. Мэр города вместе с художниками выехал на территорию, выделенную для парка, где они осмотрели легендарный объект и место его будущего расположения. А также наметили план работ. По словам Андрея Калугина, их работа придаст экраноплану еще более опасный и грозный вид. Художники собираются изобразить клыки, глаза и зубы на носовой части экраноплана. Эта идея возникла вследствие того, что экраноплан часто называют «каспийским монстром». Так его несколько десятков лет назад окрестила американская разведка. Водяная мельница – большая редкость сегодня. Электрические агрегаты давно заменили водяные, но не в селении Рохота Ботльевского района. Местные жители здесь со старинными обычаями и средствами производства расставаться не спешат. Наоборот, используют технологии предков, чтобы произвести вкусный горный урбич. Секреты изготовления дагестанского десерта узнавала Хадижа Курбанова. В большом помещении гудят мельницы и вращаются огромные жернова. На одной из них перерабатывают корма, а на другой изготавливают дагестанский деликатес – горный урбич. Работников или урбичи делов, как их называют приезжие, здесь всего несколько человек. Ахмед Муртазалиев – студент, учится в Махачкале, но каждое лето приезжает на мельницу, чтобы помочь отцу. Дело знает досконально, как свои пять пальцев. Говорит, что эти навыки передавались в их роду из поколения в поколение. Ее производили наши дяди, прабабушки, и от них мы научились это делать. Мы в интернете как бы хорошенько посмотрели, из чего готовится она. Ну, прадеди только в своих интересах ее делали. А мы посмотрели, чтобы люди ее еще покупали. Эта новая с виду мельница работает по старинным технологиям. Сначала орехи перебирают вручную, затем они обжариваются в той самой печи, над которой работал Ахмед. А после третий – заключительный этап. Обжаренные семечки, арахис и тыквенные семена засыпаются сахаром. Отсюда из этого ящика они попадают прямо в водяную мельницу, где путем перемалывания мы получаем вот такой вот красивый урбеч. Так получается отличный десерт, который заменяет горцам и шоколад, и популярную на Западе арахисовую пасту. Продукция пользуется большим спросом. За урбечом сюда приезжают из Махачкалы и других городов Дагестана. Люди приезжают со своей продукцией, я им лучше делаю. То есть исключительно со своей продукцией, да? Со своей приезжают, да. В основном, бывает, кто для себя дома делает, бывает, кто на продажу делает, приезжает в бизнесе, кто занимается. В месяц, по словам заведующего, они готовят по 15 ведер густой массы из перемолотых семян. Именно отсюда ледяная вода большим напором поступает в накопитель мельницы. Многие связывают особенность вкуса урбеча с охлаждением. Именно потому, что эта вода ледяная, вкус необыкновенный. Река Ансалтинка – это еще одна местная достопримечательность, коих здесь немало. Она тоже принимает непосредственное участие в производстве десерта. Именно благодаря быстрому течению горной речки и стала, возможно, бесперебойная работа этого старинного сооружения. Кроме того, секрет вкусного десерта – это, конечно же, особенный горный климат. Все семена здесь экологически чистые. Не на словах, а на деле. Кадежа Хурбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район. Ультрамарафон «Две мечети» соединит центральной святыни Махачкалы и Грозного. Так трое легкоатлетов-любителей решили укрепить дружеские отношения соседних народов. С Тайрам предстоит нелегкий маршрут. Такого вызова в их жизни еще не было. На 170-километровую дистанцию бегунов провожал Курбан Рагимов. Ультрамарафонцы готовятся к старту. Друзья и болельщики не хотят угустить этот исторический момент. Дистанцию в 170 километров дагестанские бегуны преодолевают впервые. Испытание для самых выносливых. Каждый пришел к этому по-своему. Нам просто доставляет это удовольствие. Саида Ярахмедова в прошлом году преодолела расстояние в 110 километров от Махачкалы до Дербента. Девушка работает в Министерстве по национальной политике, а бег для нее просто любимое увлечение. Когда мы пробежали 110, хотелось пробежать чуть больше. То есть было три марафонские дистанции, захотелось четыре. Будет практически суточный забег. Если мы пробежим эту дистанцию от 20 до 24 часов, но приблизительно если в 22-23 часа уложимся, это будет очень хороший результат для нас, для всех. Ультрамарафон символично свяжет две главные духовные святыни братских республик – центральные мечети Махачкалы и Грозного. Забег, помимо популяризации здорового образа жизни, призван укрепить дружеские отношения между соседними народами. Перед стартом бегунов напутствовал имам столичной джума-мечети Ислан Хан Магомедов. Он передал в дар братской республике экземпляр священного Корана. Желаю вам, чтобы вы без препятствий добрались до цели. Пусть Аллах поможет вам в этом. Чтобы без проблем пересечь границы двух республик, участники марафона заранее сдавали тесты на коронавирус. Перед началом забега они также прошли медосмотр. Кроме того, врач будет сопровождать их всю дистанцию. Мы мерим артериальное диастолическое давление и пульс. Помимо этого, рядом будет отдельная машина с питанием. По пути помогут организовать небольшие остановки для отдыха. На перекусы и восстановление сил можно будет отвезти от 5 до 10 минут. Предприниматель из Дербента Демир Салихов спортом занимается с детства. Кроссы и марафоны бегает около 6 лет. К самому серьезному вызову своей жизни готовился основательно. Тренировки 6 раз в неделю, 5-6 раз в неделю. Это стабильно. Либо утро, либо вечер. У меня тренировки в горах. Вот сейчас, когда карантин был, я все время был в горах. Готовился там, основную подготовку там прошел. Стадион. Такие классические тренировки для легкого атлета. Лиговые тренировки. Лиговые, но и без Алла тоже не обойтись, потому что на такой дистанции силовая вносность важна. Маршрут бегунов будет проходить по обочинам автодорога, напротив движения машин. К финишу они придут только завтра в обед. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин